Здравствуйте, дорогие коллеги! Я Стремоухов Анатолий Анатольевич, врач общей практики. Давайте поговорим о фотохимических ожогах. Почему? Ну вот, обратилась ко мне молодая девушка и показала вот такую кожу. Это фотография кожи ног, бедра. Ну такой же и на руках, и на голенях. И я понял, что нужно поговорить о фотохимических ожогах. Фотохимический ожог, он же фотохимический дерматит, он же фитофотодерматит, он же летний ожог. Ну так, в простонародье. Это кожная, фототоксическая воспалительная реакция, возникающая в результате контакта с чем? Со светочувствительным растительным агентом при воздействии ультрафиолета. Вот такое определение. Давайте конкретизировать постепенно. Существуют фототоксичные виды растений. Это некоторые зонтичные, некоторые цитрусовые, некоторые шелковичные и некоторые другие. Ну на первом месте, конечно, некоторые зонтичные. Так вот, эти фототоксичные виды растений, их сок, который является светочувствительным растительным агентом, может вызывать поражение кожи, которое заключается в появлении эритемы, отека, затем пузырей, можете назвать их волдырями, и последующей гиперпигментацией. Что мы, собственно, видели вот на первом слайде с демонстрацией клинического случая. Так зонтичные. Но в основном главный виновник всех этих событий – это борщевик. Вот он на вашем слайде. Он очень широко распространен по европейской части России. Максимум, вы видите по этой карте в Московской, Новгородской, Ленинградской, Псковской областях. Много, чуть меньше, в Тверской, Костромской и так далее. Ну, в общем-то, распространение такое широкое, что, в принципе, от борщевика не скрыться. Но борщевиков много. Вот есть борщевик сибирский, крайнее фото. Есть борщевик обыкновенный, другое крайнее фото. А вот в середине борщевик сосновского, основной поставщик вот этой патологии, в нашу с вами врачебную практику. Так что же такое борщевик сосновского? В естественных условиях он растет и в лесах, и на лугах. В основном это было на Северном Кавказе. В сороковые годы еще не закончилась Великая Отечественная война, где-то в сорок четвертый год, потом послевоенные первые, где-то в сорок седьмого. Он очень был, так сказать, перспективен, был признан перспективом для производства силоса – кормить скот. Поскольку достигает он большой высоты от одного до четырех метров, дает очень много зеленой массы, растет быстро, живет долго – три-четыре года. Посевы практически насекомыми не поражаются, устойчив к холоду, и поэтому где-то уже к шестидесятому году он был широко культивирован во многих районах европейской части СССР. Но с началом культивирования очень быстро выяснилось многие минусы этого растения. Во-первых, силоса из борщевика получается плохой. Объясню потом почему. А в листьях содержатся фуранокумарины. Это преимущественно псоролен, бергаптен и метоксолен. Вот они здесь показаны на рисунке. И культивирование борщевика было прекращено. Но его феноменальная живучесть привела к тому, что он быстро одичал и сделался инвазивным видом. И вот сейчас он практически везде. Так вот, фуранокумарины, мы говорим фуранокумарины, они вообще продуцируются разнообразными растениями, в частности зонтичными, в том числе еще и цитрусовыми. И большинство из них, из этих фуранокумаринов, биологически активны. Вот, например, фуранокумарины, содержащиеся в соках цитрусовых, грейпфрут, подавляют активность одной из зазоформ цитохрома P450, метабилизирующего ксенобиотики, и оказывают влияние на активность принимаемых одновременно с этим соком лекарственных препаратов. Поэтому, собственно, нам с вами и советуют, наши же с вами коллеги, и мы друг другу советуем, грейпфрутовым соком никакие препараты не запивать. Так вот, фуранокумарины у крупного рогатого скота, при кормлении тем же самым борщевиком, фуранокумарины стимулируют выработку эстрогенов, которые нарушают и лактацию, и вызывают бесплодие. Плохо для крупного рогатого скота. У человека фуранокумарины усиливают чувствительность кожи к ультрафиолету, а это может вызывать ожоги кожи, ожоги слизистых оболочек, глаз. При этом фуранокумарины, почему так происходит, растворимы в липидах и легко проникают в эпидермис. Механизм действия фуранокумарины. От воздействия ультрафиолета запускает целый каскад химических реакций, при которых активированные ультрафиолетом фуранокумарины, встраиваются между цепочками ДНК, реагируют с азотистыми основаниями нуклеотидов, сшивают нуклеиновые кислоты, вызывают окислительный стресс. Все это вызывает повреждения клеток, препятствует нормальному их функционированию, а клинически выражается поражением кожи, образованием молдерея и медленно заживающих яз, с чем мы и сталкиваемся, когда говорим о фотохимических и летних ожогах. Но мы должны понимать, что это защитная реакция растений. Таким образом, борщевик, если мы говорим о нем, защищается от патогенных организмов, повреждая их структуры, в первую очередь структуры бактерий и грибов, препятствуя их размножению, что, собственно, и делает вот этот вот борщевик чрезвычайно живучим. А если он стал инвазивным видом, одичал, да чрезвычайно живучий, с ним надо бороться. И вот борьба с борщевиком. Ежегодно борщевик увеличивает занятую им площадь, ну вот по статистике, на 10%. Каждый год все больше, больше, больше. Широкой экспансии борщевика способствовало появлению большого числа нарушенных, это термин сельскохозяйств, нарушенных земель при упадке сельского хозяйства в постсоветском периоде. Не все было благополучно в постсоветском периоде в сельском хозяйстве. А различные меры борьбы с борщевиком осложняются особенностями этого растения. Какие же особенности? Корень уходит в землю на глубину до 1 метра. И если после уничтожения растения сохраняется даже небольшой фрагмент этого корня, то оно вскоре вырастает снова. У одного растения бывает до нескольких десятков тысяч мелких семян, которые легко разносятся ветром и сохраняют схожесть в течение нескольких лет и устойчиво к яду химикатов. При этом наиболее, конечно, эффективным, но самым трудоемким способом борьбы является выкапывание стеблекорня. Это называется стеблекорня. Потому что выкашивание и использование химических препаратов дают эффект временный. Но мы упомянули фотосенсибилизаторы и говорили о псоролении, метоксолении, бергаптении. Что это? А это препараты. Эти фотосенсибилизаторы стали лекарственными препаратами, которые эксплуатируют вот этот фотосенсибилизирующий эффект для получения терапевтической пользы у некоторых пациентов. Эти фотосенсибилизаторы выпускаются в виде таблеток, капсул, мазей, растворов для наружного применения и используются в комбинации с линдоволновым ультрафиолетовым облучением. Называется это пувотерапия. Пувотерапия. Это применяется при лечении витилига, при лечении псориаза, красного плоского лишая, грибовидного микоза, гнездной аллопеции. Достаточно широк спектр их воздействия. Ну, вот псориаз. То есть, вот фотосенсибилизатор, ну, допустим, там псоролен наносится на псориатические бляшки, подвергается воздействию определенного длины волны ультрафиолетового облучения и, собственно, должен привести к некоторому регрессу этих бляшек. То же самое происходит с витилигой. Вот классическая картина витилига. Депигментированные участки. На эти депигментированные участки наносится фотосенсибилизатор, подвергается ультрафиолетовому облучению. И в результате должен вырваться меланин для того, чтобы, так сказать, окраска кожи пришла к норме. Но эти механизмы настолько вот чувствительны, и любая передозировка либо препарата, либо облучения может привести к неприятным эффектам. И тогда возникает фотохимический ожог. Вот попадание фотосенсибилизатора на кожу, вот воздействие ультрафиолета, и вот такой выраженный фотохимический ожог, о чем мы с вами сейчас и поговорим. Особенность этого заболевания. Особенностью является то, что пациенты обращаются в определенное время. Это с мая по сентябрь, когда эти растения набирают силу и цветут. Наиболее часто в июне-июле, вот в эти временные рамки, вы можете сдать пациентов вот с такой патологией. При этом, что неприятно, контакт с фототоксическим веществом, как правило, случайен, происходит во время, так сказать, жизнерадостного отдыха на природе в солнечную погоду. Особенно при срывании или срезании стеблей этого растения или этих растений подобных. Прогулках в зарослях этих растений. И чувствительность-то к соку растения очень индивидуальна. Иногда поражение развивается даже при попадании сока не то, что на незащищенную кожу, но даже через тонкую ткань летней одежды. Неприятно то, что контакт с растением часто не замечается, поскольку в момент этого контакта никаких болезненных ощущений не возникает. И основная масса обращается к нам только при возникновении первых симптомов заболевания, когда невозможно предотвратить развитие этого поражения. Все уже состоялось. Клиническая картина. Наиболее характерным является поражение верхних и нижних конечностей. Почему? Они открыты. Лето, они открыты. Это маечка, это там шорты. Поражение верхних и нижних конечностей с дисфомацией эпителия и формированием болезненных повреждений, аналогичных термическим ожогам. Первый, второй, даже третий степень. Вот поражение туловища, головы и шеи встречаются реже. Они реже контактируют соком растения. Манифестация заболевания происходит в течение 24 часов. Пик через 48-72 часа после воздействия фототоксического агента. Что возникает? Возникает гиперемия кожи с четкими границами, и мы с вами видели. Отек тканей. Затем появляются мелкие тонкостенные пузыри. Впоследствии они сливаются, образуют большие пузыри или большие, по отношению к первичным пузырям, напряженные, толстостенные, наполненные прозрачным, серозным содержимым. Если пузырь сохранен, то болезненных ощущений нет. Но дети, дети. Дети частый поставщик этого вида патологии в нашу клиническую практику. И вот дети, пока пузырь целый, нет никаких неприятных ощущений, с интересом, так сказать, с ним работают. Изучают его, трогают. Иногда надкусывают. Интересно же, да, или прокалывают. И вот тогда появляются боли. При нарушении целости пузырей появляются боли, которые усиливаются при прикосновении к месту повреждений, сопровождаются сжением и зудом. Когда все разрешается, пузыри оставляют пигментированные, так как вырабатывается, меланин под действием фурана кумаринов, пигментированные рубцы, которые могут сохраняться в течение нескольких лет. Несколько лет. Кроме того, контакт с растением может вызывать раздражение дыхательных путей, тошноту, рвоту, головную боль, конвентивит. Если течение заболевания не осложнено, нет инфицирования поврежденной кожи, то на 5-7 сутки отек уменьшается, происходит активная самостоятельная краевая островковая эпитализация. Но если развились гнойно-некротические осложнения, то заживление раны происходит вторичным натяжением, как правило, и это будет только через 2-3 недели от момента повреждения. Вот так это выглядит на практике. Вот первый день. Гиперемия с четкими границами. Отечность небольшая в данном случае. Появление тонкостенных пузырей, которые не повреждены, которые постепенно увеличиваются в размерах и ко второму дню. Вот второй день. Картина уже иная. Большие толстостенные наполненные содержимым пузыри на фоне гиперемированной отечной кожи. Если заболевание протекает без осложнений, то к шестому дню, мы говорили на пятый-седьмой день, вот это шестой день у нашей пациентки, той самой, которую я вам показывал на самом первом слайде, происходит разрешение пузырей, формирование на этом месте корочек и отпадение этих корочек. Гиперемия постепенно замещается гиперпигментацией. Вот это шестой день. Вот это восьмой день гиперпигментации становится более насыщенной, а поврежденные поверхности постепенно эпитализируются. Вот это на десятый день происходит дальнейшая эпитализация поврежденных поверхностей, отпадение корочек, нарастание гиперпигментации, снижение отека. И вот на четырнадцатый день при неосложненном течении этого заболевания мы видим восстанавливающуюся в своей целостности кожу с выраженной, мощной, так сказать, зафиксированной гиперпигментацией в области поражения. Это характерная клиническая картина и характерное развитие заболевания. Но мы же не просто констатируем факты, мы должны влиять на это. Но тут возникает проблема, что иногда пациенты обращаются за медицинской помощью лишь при возникновении осложнений после самолечения. И эти осложнения представлены, как правило, гнойно-некротическими ситуациями. Здесь и эрозирование поверхностей, здесь и сирозно-гнойное отделяемое, здесь могут быть участки сухих некрозов. И если все это произошло, то интоксикация, то есть гиперемия, озноб, головная боль, головокружение, лейкоцитоз. Такое бывает нечасто, но бывает. Поэтому мы должны как можно раньше начать лечение. Во-первых, чтобы пациент к нам обратился. И как можно раньше начать лечение. Лечение целесообразно проводить местное. По правилам лечения термических ожогов. Во-первых, тщательный туалет раны. Тщательный туалет раны. Водой, лучше прохладной. Антисептиками, попозже скажу. Начать нужно с этого. Потом удалить дисфомированный эпидермис и пузыри, если они повреждены. Промыть все это безспиртовыми антисептическими растворами, безспиртовыми. И наложить мазевую повязку на 2-3 дня. После чего ее менять. 2-3 дня и опять менять. При этом целесообразно применение атравматических раневых покрытий. Они сейчас доступны во многих аптечных учреждениях. И что очень важно, водорастворимых антимикробных мазей. Водорастворимых. Потому что фуранокумарины хорошо растворяются и чтобы не было дополнительного повреждения, антимикробные мази должны быть водорастворимые. Но это, например, это мази с левомицетином и полиэтиленгликолем. Вот эти водорастворимые антимикробные мази очень хороши. Если все-таки произошла какая-то неприятная ситуация, появилась интоксикация, повышение температуры тела, отеки и так далее, то по показаниям назначаются не наркотические анальгетики, не стероидные противовоспалительные препараты, если нужны антигистаминные препараты, традиционные. Глюкокортикоиды можно использовать местно, в основном для купирования асептического воспаления и предотвращения прогрессирующей дисформации эпидермиса. Нужно остановить процесс. Вот для этого хороши местные глюкокортикоиды. Если интоксикации, вы налаживаете инфузионную терапию. Если инфекцирование, вы даете антибактериальные препараты. Важно помнить, вот об этом забывать, но важно помнить, что очаги поражения могут не только оставаться гиперпигментированным в течение длительного времени, но и сохранять длительное время выраженную фотоактивность. Поэтому на пораженные участки рекомендуется ежедневно, но уже пораженные участки, ежедневно наносить солнцезащитный крем с уровнем защиты не ниже 50. Sun protection factor не ниже 50. Потому что фотоактивность сохраняется долго. И не нужно думать, что вы произвели какие-то первые действия, и вопрос решен, а дальше происходит самостоятельное заживление. Нет. Профилактика. Профилактика, конечно, сложна, поскольку с заболеванием мы сталкиваемся не сразу, с момента попадания болезнетворного агента из сока растений, а через некоторое время, когда процесс уже запущен. Но все-таки самое главное избегать контакта с фототоксичными растениями и веществами, мы выделяем, избегать инсоляции, то есть активации этих веществ ультрафиолетом. Но трудно летом добиться и того, и другого, но мы должны знать сами и информировать наших пациентов об этом. Важно для профилактики самостоятельно не уничтожать фототоксичные растения и пациентам об этом объяснять, и самим этого не делать. Мы все равно что-то сделаем не так, все равно этот сок попадет. Мы можем усугубить и свое состояние, и подвести пациентов, если будем рекомендовать им вырубать, допустим, тот же самый борщевик. Пусть им занимаются специально обученные люди. Если человек находится в опасном районе, он должен носить длинную верхнюю одежду, брюки, рубашки с длинным рукавом. При необходимости, понимая, что, так сказать, звучит фантастично, перчатки, защитные очки, если он находится в опасном районе. К сожалению, летом многие пренебрегают вообще какой-нибудь защитой, в том числе от инсоляции. Я все время говорю, солнце – это не только друг номер один, это еще и враг номер один, он запускает массу патологических процессов, от аутоиммунных до фототоксических. Использовать солнцезащитный крем для открытых участков тела. Изначально использовать, до вероятных контактов с фототоксическими растениями. После прогулок принять душ или ванну, лучше прохладной. После случайного контакта, если человек понял, что вот он все-таки был контакт, промыть пораженный участок холодной водой с мылом, избегать дальнейшего воздействия солнечных лучей не менее, чем 48 часов. Вот не менее, чем 48 часов. Даже не допуская попадания света через окна. Уже этого света, проникающего через окна, достаточно, чтобы запустить фототоксическую реакцию. Ну и, естественно, внимательно следить за детьми, рассказывать им о вреде борщевика, запрещать игры в зарослях растения или с частями растения. Ну, в моей практике, да, наверное, и в вашей уважаемой коллеге, ну, детям интересно играть в таких зарослях высокого растения. Знаете, как в джунглях придумывают для себя даже такие игры. А уж срезать вот эту вот трубку этого борщевика, использовать его как там палку для каких-то игр. В моей практике был случай, когда ребенок, ну, подросток там, да, использовал вот эту вот толстую, это же трубка целая, толстую трубку борщевика для того, чтобы сделать такую импровизированную подзорную трубу. Ну, представляете, срезанный, да, стебель с очащимся вот этим вот соком, да, поднести глазу для того, чтобы посмотреть, вот как пират, да, на корабле, посмотреть эту подзорную трубу, что потом было с кожей вокруг глаза. Или же делают из этих трубочек, набирают там, допустим, каких-то ягод, рябины, гороха и делают такую вот плевательную трубочку, устраивая перестрелку этим горохом с помощью вот этих вот приспособлений, что потом происходит с губами и кожей вокруг рта. Можете себе представить. Жесточайшие поражения, жесточайшие поражения кожи. Поэтому следить за детьми, рассказывать им о вреде борщевика, запрещать игры в зарослях с растениями или с частями растений, не позволять ходить босиком по скошенной траве, вы не знаете, что там. Не рубить порщевик палкой и не рвать руками. В любом случае сок попадет на кожу. Любая инсоляция, даже очень слабый, запускает фотохимическую реакцию. Первая помощь, если все-таки это произошло, это вот то, что вы должны рассказывать родителям этих детей для того, чтобы ну как-то с первых часов вот этой вот неблагоприятной ситуации начать на нее благотворное воздействие. Во-первых, надо сказать, что фотохимические ожоги у детей могут протекать тяжелее, чем у взрослых. Почему более тонкая кожа с плохо дифференцированными слоями? Детская кожа, тоненькая, ранимая и отсутствие плотной слинной ткани. Барьера нет хорошего. Поэтому фотохимические ожоги у детей протекают тяжелее. Если контакт ребенка с соком растения все-таки произошел, промыть участок поражения холодной водой. Холодной водой. Беречь пузыри. Беречь целостность пузырей. Забетовать их негрубой сухой тканью. Если больно, пузырь поврежден, пошла боль. Использовать парцетамол или ибупрофен в сиропе. Вот эти детские дозировки и детские формы препаратов. Они купируют боль в массе своей. В массе этой боли. И ребенок станет просто спокойный. Увеличить объем выпиваемой ребенком жидкости. Зависит от возраста до 1-2 литров в сутки. Надо помнить, что мокнущая поверхность ожога это входные ворота для вторичной бактериальной инфекции. А признаками этой инфекции являются помутнение содержимого пузырей, отделение ксудата, образование корочек, покраснение, припухание краев раны, усиление болезненности, повышение местной температуры кожи. Говорите, до тыльной стороной ладони посмотрите местную температуру кожи. Очень важно, если пузыри у ребенка занимают площадь более 3-4 ладоней этого ребенка или развиваются видимые осложнения, то обеспечить госпитализацию. Ни родителям, ни вам в облаторных условиях вот с этой ситуацией не возиться. Обеспечить промывание участок холодной водой, беречь целостность пузырей, забинтовать тканью, увеличить объем жидкости, использовать анальгетики или инстероидные противовоспалительные препараты и обеспечить госпитализацию. Самое лечение в этих случаях противопоказано. Вот Фрэнсис Бекон говорил, в делах человеческих разбирается не тот, кто больше прожил, а тот, кто больше наблюдал. И вот фотохимические ожоги, фитофототерматиты это из разряда наблюдений, из разряда наблюдений, как возникает заболевание, как оно развивается и что делать, чтобы оно не нанесло большого вреда человеческому организму. Поэтому, уважаемые коллеги, если моя сегодняшняя беседа с демонстрацией вот этого клинического случая была вам полезна, я буду очень рад. До новых встреч, дорогие коллеги, в наших последующих вебинарах. спасибо. Ассоциация Сирано рада представить новое мобильное приложение. Все возможности образовательного портала теперь в новом формате на экране вашего телефона. Вы можете настроить личный профиль и получать уведомления о предстоящих конференциях и вебинарах. С удобным календарем легко выбрать интересующее вас мероприятие и зарегистрироваться на него. У вас появится возможность собрать свою библиотеку полезной информацией. Приложение уже доступно в App Store и Google Play. С мобильным сервисом Сирано образование станет ближе и удобнее.